Ребята, мы сегодня решили съездить и разведать. Что это за удивительный и очень богатый район Пуэрто-Мадеро. Там нет автобусов, нет никакого транспорта, поэтому поедем мы туда на метро до вокзала. А там пешочком, потому что иначе только на такси, но это неинтересно. Вот, кстати, приехало метро, выезжаем. Ну, ребят, минут 10-15 и мы доехали до вокзала Ретира. Очень красивый вокзал, очень похож на вокзал из Гарри Поттера. Особенно вот всякие будочки, как будто это реально платформа 9,75. Но по пути мы посмотрели действительно красивые районы, спортплощадки, теннисные корты, какие-то деловые центры. Но и при этом поглядали те самые знаменитые Виша-31. Но они были далеко, огорожены забором. В общем, мы сейчас уже дальше проехали. Тут все нормально. Сейчас выйдем из вокзала и пешочком пойдем в Пуэрто-Мадеро. А поездка обошлась нам в 33 песо. 33 песо – это 3 рубля 30 копеек. Обалдеть, вот это выгодно. Даже нет, еще меньше. 3 рубля, в общем. Классно. Прямо напротив вокзала вот красивейшая башня на фоне отеля Шаратон. Прямо имитация роскоши, успеха, комфорта и благополучия. Но это вокзал, не забывайте. Это, ребята, английская башня Торре-Монументаль. И, судя по звуку, она действующая. Она отбивает какие-то определенные промежутки времени. Но, помимо этого, она очень-очень красивая. И очень подходит внешнему облику этого района, этой площади. Красота. И отошли мы буквально от вокзала совсем чуть-чуть. Завернули за угол и попали в красивый, современный деловой район. Я, честно говоря, не очень знаю, то ли это ретина все еще, то ли это микроцентр. Ну, в общем, какой-то из них. Выглядит вот так. Это небоскребы, офисные стекляшки, широкие проспекты. Простите, Авенидо. И, в общем, такой дух именно Нью-Йорка. Здесь, да, такая атмосфера. Ох, Варламов бы сейчас разнес, конечно. Вот смотрите, как можно замедлить человеческий трафик перед железнодорожным переездом. Вот такую штуку построили. То есть ты подходишь, змеечкой вот так проходишь, и, типа, стоишь, смотришь. Вот такая хитро выдуманная штука. Ребята, а здесь симпатичненько. Рядом с высотками стеклянными находятся кирпичные портовые здания и непосредственно яхты. Тут марина выглядит очень даже. На противоположной стороне я увидел здание, которое очень сильно напоминает по стилистике казино в Батуми. Это такой американский стиль. Правда, похоже. Большая достопримечательность в этом районе, в Пуэрто-Мадерро – это мост женщин. Оказалось, что это поворотный мост, наверное, для того, чтобы яхты могли проходить из этой марины в океан. Этот мост был выполнен в 2001 году. Закончили его создание. И называется он так – в честь улиц в районе Пуэрто-Мадерро, которые названы в честь известных женщин. Мост действительно является визитной карточкой города. Очень красивый, очень необычный. Но что очень интересно, я бы так не догадался, если честно, он символизирует танцующую пару. Видимо, в страстном аргентинском танго. Похоже? Оказывается, здесь все мосты поворотные. Мы только что увидели, что вот этот мост, он тоже поворотный. Ее конструкция там такая, ну, обычная, так скажем. Но ее можно заметить. Вот, видимо, когда большие яхты выходят отсюда, да, открывают все мосты и делают зеленый коридор. Вот, в общем, пока мы гуляли, нам позвонил Гоша, говорит, хочу к вам присоединиться, только давайте поедим. Ну, как говорится, а мы и не возражаем, потому что я вот уже прям нагулял аппетит. Гоша назначил встречу в мексиканском баре, а мы уже возле него, так что остановимся там. Вот и Гоша к нам присоединился. Так, ладно, добрый день. Маракуйя, мандарин. И сервеза. И по сервезу. Хороший, жаркий день. Почти что курортный. Фу, ребят, хорошо посидели, поболтали, пообедали. Время 5 вечера, выдвигаемся в сторону дома. Мы подумали, что было бы здорово сегодня собраться у нас, тем более у нас есть гриль. У меня куплены стейки. В общем, Гоша приедет в гости. Вот. И мы пока выдвигаемся домой. На остановку идем в сторону Каса-де-Рохо. Это тот самый президентский красный дворец. Вот он. Здесь министерство обороны, как сказал Гоша. И чуть дальше, за президентским дворцом, площадь Майя. Но мы там уже были, вам показывали. Сегодня мы туда не пойдем. Прогуляемся здесь и двигаем в сторону дома. Очень-очень жарко, ребят. Очень жарко. Солнце прям кусается вообще. На улице где-то 26-27. Но прям открытое палящее солнце. На солнце такое ощущение, что да, все 40. О, какие-то воробьи чирикают на дереве. Ну, реально, ощущаешь себя вот в данный момент реально в Латинской Америке. Очень классное ощущение. Здесь для автобусов выделенка. И действительно, это очень удобно, потому что они не стоят в пробках. Их очень много. Им реально нужна отдельная дорога. Все правильно сделали. Ола, ребята, сегодня воскресенье. И Гоша с Любой нас пригласили прокатиться в соседний городок с очень красивыми всякими архитектурными решениями. В общем, такой хороший, хороший дорогой пригород. В общем, мы готовы. Уже на улице. Ждем ребят. Они где-то на такси сейчас подъедут. Мы им говорим, давайте поедем на метро. Туда метро входит. Мы ни разу не ездили на метро. Тут метро входит вообще напрямую туда и стоит еще 3 рубля. Нет, мы едем на такси. Ладно, в обратную сторону мы их, наверное, заманим. Лешуля, ты как? Ты в телефоне. Я жду сообщения от Любы, потому что я нормальная. Все хорошо. Мы сейчас поедем гулять. Сегодня прохладно, хорошо. В отличие от вчерашнего дня. Вчера было жутко жарко. Сегодня прям хорошо. Прям как в песне, ребят. Назначен черный шевроле. Добрый вечер. Да, мы мало чего знаем про Сан-Исидо. Вот Люба сейчас расскажет. Я вообще хотела сказать, что он просто отличается по вайпу от Буэнос-Айреса. Да, очень красивый. Там живут аристократы. И там же находится домик президента. То есть они уже пьют шампанское в это время. С утра они уже пьют, да. А вот там еще нет. Ну мы срочно едем туда. Сан-Исидро. Сан-Исидро, да-да-да. Нет, там действительно очень красивые виллы. Просто шикарнейшие. С своими садами. Некоторые с видом на залив. В общем, шикарнейшие. Это правда вот прям виллы с бассейнами. Там одноэтажные. Но очень-очень красивые. А может быть он не мучшпуцил? Конечно. Естественно. Мы прям по ним и начнем. Ну понятно. В общем, храм красоты. Да-да-да. Нет, ну очень... Дворец очарования. Да-да-да. Но там мы самое главное же едем на виллу Аккамба. Это просто прекрасная женщина-меценант. Да, которая поддерживала всех писателей, композиторов. И наш прекрасный... Уже я забыл, как звали. Нашего прекрасного композитора, который даже для нее написал свое произведение. Рахманинов? Нет, другой. Шостакович? Нет. Забыла. А наш это чей? Русский. А кто же для нее... А сколько букв? Много. Много, что сложно запомнить. В общем, заинтриговала вообще. Мчим просто. Люба нас сразу сходу привезла в какой-то ресторан. Сказала, начнем мы именно с этого, чтобы сразу впечатлений набраться. Вот. Поэтому какое-то место забронировала прямо. Очень антуражное. Вот, смотрите. Заглядет прикольно и никого. Что это? Обод. Что за красота. Да. Да, шикарное заведение. хороший средний прайс но при этом интерьер атмосфера и сервис вообще вышка то есть даже вот как говорят заведение можно понять по туалету вы понимаете в этом туалете даже птички поют вообще красота в общем заведение прям топчик мне очень понравилось это оказывается все та же наша улица либертадор здесь уже 15 тысяч четыреста тридцать один это значит что вот от начала ее 15 с половиной километров уже прошло здесь очень такой хороший тихий район ну чувствуется что это спальник но при этом очень приличный спальник очень спокойно очень уютно прям хорошо наверно когда городская суета уже сильно утомит это вообще шикарный вариант чтобы переехать и просто наслаждаться в спокойствии да мы нашли идеальное место для хэллоуина работа реально это проклятый старый дом мы сейчас шли и люба заглянула свой ящичек с желаниями и вспомнила что и хотела посетить этот отель пожить в нем мы сейчас зайдем хотя бы посмотрим какое тут такая атмосфера как будто в каких-то фильмах прямо очень красиво ой только дерево персонал разрешил нам погулять посмотреть и плюс даже решили рассказать нам немножко об этом отеле здание по которым мы шли она оригинальная она не перестроена это здание 1892 года и выходя из этого здания попадаешь красивую территорию с живыми цветами такое дерево дерево цветы бассейн для купания шезлонги и дальше уже дополнительное здание этого отеля красотища конечно ну и в центре этого района сана сидра находится католический кафедральный собор очень красивый очень такой выделяющийся он прям создает атмосферу этого района мы сейчас посмотрим его снаружи ну и конечно же сходим внутрь самое старое место в городе площадь здесь дома двух видов значит первые более ранние постройки года не помню вторые более поздние постройки отличаются они углами у одних срезанный угол а у других углов связаны чтобы когда кто-то ехал на лошади он мог человек который идет ему навстречу мог выглянуть из-за угла и увидят тоже ездит продумано сейчас мы увидим это все ну после собора конечно вот если смотреть на шпиль то кажется что как будто он двигается как будто в нашу сторону падает и и облака так быстро плывут куда так торопится обычно в церквях соборах все больше украшено больше украшено больше украшено убранство здесь очень лаконично но при этом не отвлекает от сути от того чтобы прийти и покопаться в своих мыслях но в целом красиво ну судя по картинке с воздуха ничего в сан и сидра кроме вот этого вот собора и нету все остальное нужно смотреть снизу ножками потому что все самое красивое кроме него это фасады домов поэтому их мы посмотрим земли ну и что может быть лучше чем выйдя из церкви прийти есть мороженое там он лимонный пирог и бананов а вот твой лимон давай не жалейте ну и что это Я уже несколько дней мечтал о лимонном мороженом. Вот здесь лимон пай называется. Лимонный пирог. Невероятно вкусно. Мороженое тысячу лет не ел. Очень хорошо. Даш, а у тебя как? А у меня очень вкусно. Да? Ну давай будем пробовать. Я у тебя уже пробовала. Ну, а я у тебя нет. Ну и прекрасно. Надо попробовать. Мне больше достанете. Давай. У нас лох мороженое. У тебя потекло. Тоже хорошо. Ты и гид скажешь? Да, лимонный мне больше нравится. Архитектура уже прям сильно поменялась. И мы сейчас увидели домик, во дворе которого старинный колодец. Притом выложенный мозаикой очень красиво. Ребят, похоже, да, что дома как будто в сериалах аргентинских или бразильских. Такая красотища вообще. Мы как будто попали в декорации их просто какие-то. Очень, очень красиво. Мы идем. Тут очень яркий аромат. Люба сказала, что это жасмин. Он прям очень ярко пахнет. Вкус. А вот это красивое здание, это просто школа. Здесь невероятно тихо. Нет людей вообще. Изредка проезжают машины. Но при этом, судя по припаркованным машинам, понятно, что люди находятся в домах. И вот мы идем рассуждаем. А вообще, насколько классно здесь жить? Ты выходишь из дома, и нету вообще ничего. Ну, в смысле, у тебя пустые улицы. Тут толком нет магазинов. Куда-то надо ехать. Все время должен быть на машине. Вот Гоша говорит наоборот. Говорит, я хочу. Вот это место, где надо жить с семьей. И ездить в магазин раз в недельку. Но при этом выезжать в центр, допустим, поработать. Или какие-то там спортзалы, еще что-то. А вот жить здесь. Типа здесь тихо и хорошо. Вот такая дилемма. А как вот у вас? Напишите в комментариях, что вам ближе. Интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы пришли в следующую точку. Любый заготовленный план. Она сейчас расскажет, что это такое. Куда мы вообще сегодня пришли завершить наш прогулочный маршрут. Мы идем на виллу Виктория Акампа. Виктория Акампа очень известная деятельница в Аргентине. Она, значит, что она делала? Что? Она поддерживала писателей, композиторов. И наш прекрасный Игорь Стравинский написал для нее, да, я прочитала все-таки, кто это был, да, написал для нее прекрасное произведение Персифора. Вот, именно для нее. А Борхес для нее написал произведение, я не помню, «Сад маленьких дорожек» или как-то так называется. В общем, да Борхес, то есть, и он был у нее часто в гостях, и Стравинский был у нее часто в гостях. В общем, и самое интересное, что она была, она присутствовала при Нюрнском договоре, была при запуске ЮНЕСКО. В общем, да, Виктория Акампа очень известная женщина. Знакома была с королевой английской. С Черчиллем она была знакома, с Елизаветой, да, с Елизаветой. Известная женщина с активной жизненной позицией. Жизненной позицией, очень, да, да, да. Такая вот она. Сейчас посмотрим, посмотрим. Маловидной деятельницей жила в этом прекрасном доме. Что самое интересное, она была против политической деятельности Перона, Эдуарда Перон, который был президентом. За это ее посадили, вот, ее посадили, но за нее вслухились очень видные международные деятели, ее выпустили, но при этом отобрали часть ее недвижимости. У нее осталось только квартира в Буэнос-Айресе, вот этот дом, ну и все практически. Произвол. Да, произвол, да, но ее выпустили хотя бы, да, 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 ее выпустили. Она вот прожила здесь всю свою жизнь, да. Какая обалденная территория, действительно достойная для приема высоких гостей. А вот у тебя какие возникают ассоциации, когда ты видишь вот такие особняки, пальмы, такая вот территория с фонтанами? Ну, у меня вообще, я вот по этому райончику прошлась, и у меня такое ощущение, что я в каких-то декорациях из бразильских сериалов, которые там, которые были по ОРТ, когда еще был не первый канал, а ОРТ. Там типа воздушные замки, был такой сериал, еще какой-то... Просто Мария, Дикий ангел. Дикий ангел, ну да, Дикий ангел, может быть. Но это не бразильский, это аргентинский. Это аргентинский. Вот, а бразильский там, может быть, что-то типа клоуна, там тоже какие-то были операции. Понятно. Красиво, короче. Мне прям, мне прям красиво. Помимо красивой территории можно также зайти внутрь. Кстати, да, сюда платный вход. Билеты стоят 1200 песо на данный момент. Но, возможно, когда вы будете здесь, это будет уже неактуально. Вот, но, короче, все доступно. Вот, и начинаем экскурсию. Мы со второго этажа. Что это? Конечно, я понял, что это. Что это? А-а-а. Париша? Нет. Сюда решеточку кладешь и жаришь. Да, прекрасно, что ты говоришь, говорят. Нет. Знаете, что это? Ну, может, мы ванюки не делаем. Нет. Это турецкий камин. То есть обычно вот вокруг него стояли тахты, да, диванчики. Ну, тахты на тот момент были. И это камин. Здесь, соответственно, тлели угри. Угри. Угри тлели. Угри тлели. Да, да, да. Это камин. Да, тлели угри. Да. 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 Тлели угри. Субтитры сделал DimaTorzok Это вообще фантастика Смотрите Завершили мы наш поход в это интересное место На веранде с видом на сад Под чай с вкусняшками Ну в общем-то и все Выдвигаемся в сторону дома Гоша с Любой впервые сейчас прокатим на метро Они тут живут год, а на метро ни разу не ездят Так что поедем покатаемся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok